Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории России, русской церкви и русской культуры. Сегодня мы поговорим об еще одном ярком представителе, ну, точнее, представительнице того поколения выдающихся деятелей, которые вышли на арену истории вместе с Екатериной Великой. О княгине Екатерине Романовне Дашковой. Екатерина Романовна родилась в 1743 году, то есть была почти на 15 лет моложе императрицы Екатерины Алексеевны. Она родилась в знатной семье, она была урожденная Воронцова. Затем она вышла замуж за князя Михаила Дашкова, тоже известного, родовитого и богатого человека. Но Екатерина Романовна, она с самого начала сделала ставку на дружбу с Екатериной Алексеевной. Как она сама себя называла Екатерина Малая. Вот дружба двух Екатерин – Екатерины Великой и Екатерины Малой, то есть Дашковой. Она оказывается активной участницей так называемой революции 28 июня 1762 года. Бошествие на престол Екатерины Алексеевны. Дашкова была активной участницей, как сама она считала главным организатором вообще переворота. Ну, а императрица Екатерина, и вот тут они немножко не поладили между собой, Екатерина Алексеевна считала, что ее роль не была столь уж выдающейся. Ну, довольно естественно, что Екатерине Алексеевне не могло нравиться стремление Екатерины Романовны участвовать и впредь активно в государственной жизни. Этого не любила Екатерина. Она была очень проницательная, очень хорошо понимала в людях, она каждому человеку знала цену и знала его место. А когда Екатерина Романовна попыталась и дальше играть роль политической фигуры, да еще при этом к числу ее некоторых, так сказать, отрицательных черт характера принадлежала известная амбициозность, излишняя прямота в оценках и, ну, скажем так, несколько презрительное отношение к лицам, стоявшим ниже ее по знатности, по нобилитету. И тут, конечно, Екатерина Романовна довольно быстро поскользнулась на вражде, на враждебном и презрительном отношении к братьям Орловым. Да, Орловы не были такими знатными, как Дашковы и Воронцовы, но они-то были реальными участниками и организаторами переворота. Они привели Екатерину к власти. И Екатерина, безусловно, это ценила. Поэтому довольно скоро между подругами произошел разлад. Екатерина Романовна перестает бывать при дворе. А затем, в 1969 году, Екатерина II не возражает, когда Дашкова уезжает за границу. Надо отдать ей справедливость. Весь период пребывания в Европе Дашкова активно занимается пропагандой в пользу России, в пользу Екатерины, того режима правления, который установила Екатерина, тех мер, тех реформ по государственному строительству и по образованию, и по культуре, которые проводила Екатерина. Все это с легкой руки Дашковой становится достоянием гостиных, салонов, ученых кабинетов Западной Европы. Дашкова активно бывает и общается и с Вольтером, и с Дидро, и с другими выдающимися французскими деятелями и учеными. А когда она была в Англии, она общается с Адамом Смита. Помните, читал Гомера Феокрита, зато ругал Адама Смита. Так вот, она, наоборот, очень уважительно относилась и к Адаму Смиту, этому отцу английской политэкономии, изучала его труды, и спорила с ним, входила с ним в дискуссии о будущем направлении развития России, Российской империи. То есть, она действительно в Европе представляла Россию. И поэтому, когда западные ученые и западные деятели судили по России, а Россия по Дашковой, это очень хорошая рекомендация. Если бы сегодняшние представители нашей России за рубежом таким же авторитетом пользовались и так бы высоко держали честь и авторитет России, как держала его княгиня Екатерина Романовна Дашкова. В 1972 году она возвращается в Россию, а затем вскоре, уже вскоре, вновь ее покидает. И по существу мы не увидим ее в России до 1982 года. Только в 1982 году, то есть по существу, через 20 лет после восшествия на престол Екатерины, которой она так помогала взойти на престол, только через 20 лет Дашкова вновь оказывается в России. И Екатерина снова ее приближает к себе. Они восстанавливают дружбу, она вновь бывает при дворе, и более того, не успела Дашкова вернуться в Петербург, как ее ждет, достаточно почетное назначение. И даже неожиданное для всех. И для самой Дашковой тоже. На одном из своих вечеров Екатерина подзывает ее к себе и говорит о том, что она хочет ее назначить директором Императорской Академии Наук. Представляете себе, во главу Академии Наук поставить женщину, поставить княгиню Дашкову. Это было, конечно, вполне нестандартное решение. И совершенно неожиданное, как я уже сказал, для самой Екатерины Романовны Дашковой. Она отказывается. Она просто отказывается. Екатерина говорит, ну вот то, что вы отказываетесь, это для меня, наоборот, новое подтверждение правоты моего выбора. Значит, я была права, что решила вас назначить. Дашкова уезжает домой, садится и пишет, строчит письмо. Пишет письмо с отказом, что ни в коем случае я не могу, я очень высоко ценю ваши отношения, ваш выбор, но я не считаю себя в силах, я не считаю, что это для меня было бы возможным вообще возглавить Академию Наук. Если бы вы назначили меня, пишет Екатерина Романовна, если бы вы назначили меня главой ваших прачек, то поскольку я не умею стирать белье и не умею его отбеливать, может быть, я бы тоже не справилась с этим, но это не имело бы роковых последствий. А если я, не умея и не будучи в состоянии управлять Академией Наук, захочу ею управлять, то вот это последствия будут необратимые, пытается объяснить Екатерина Романовна. Ее так это все взволновало, что, закончив письмо, как она пишет, к 12 часам ночи, когда уже поздно было, естественно, ехать в Зимний дворец к Екатерине, она едет к Потемкину. Был еще Григорий Александрович Потемкин, который часто решал вот такие вот самые сложные задачи, возникавшие между первыми лицами государства. И Дашкова говорит, даже если князь уже лег, я прошу его меня принять. Ну, естественно, Потемкин ее принимает. Он действительно уже лег, но он встает, надевает халат, это для него нормальная форма одежды, и принимает ее. Она ему вручает письмо, говорит, прочитайте, пожалуйста, а утром сразу передайте ее величеству. Потемкин читает письмо и на глазах у изумленной Дашковой рвет его на четыре части и выбрасывает. Екатерина Романовна в ярости. Как вы посмели порвать письмо, адресованное ее величеству? И Потемкин мирно, добродушно, подружески начинает ей объяснять. Вы понимаете, Екатерина, ее величество, он говорил Екатерина, ее величество в последние дни только и говорит об этом в вашем назначении. Ей так понравилась эта идея, ей так понравилось, что именно вы будете поставлены во главе Академии, что она ни о чем другом говорить не может. Если вы пошлете ей письмо с таким резким, а значит, грубым отказом, вы ее очень обидите, вы ее оскорбите. И самое главное, подумайте сами. Ведь на самом деле государыня-императрица обещала, и она исполнит свое обещание, она обещала вам помогать. Все вопросы, которые будут возникать, она поможет разрешить. Она будет вас поддерживать в решении каких-то вопросов. Не отказывайтесь. Екатерина Романовна все-таки оставляет за собой право отказаться, но говорит, я напишу более мягкое письмо. И она действительно утром, вернувшись домой, утром пишет, отправляет во дворец новое письмо, гораздо более мягкое, деликатное, но, тем не менее, содержащее отказ от должности. Екатерина Алексеевна читает ее письмо, спокойно откладывает его в сторону и издает указ о назначении княгине Дашковой директором Академии наук. Она реально должна руководить всей жизнью Академии и теми направлениями работы, которые планируются для Академии, и хозяйственным и экономическим обеспечением этих работ. И она очень хорошо с этим справляется. Первая и единственная с тех пор женщина-руководитель Академии наук, она до 1994 года, то есть на протяжении 11 лет, с Академией наук справлялась. Она действительно была настоящий и достойный руководитель Академии. Но этого мало. Дальше в разговорах с Екатериной Алексеевной они обсуждают создание еще одной Академии. Дело в том, что тогда в нашей Академии наук, созданной еще, как я сказал, Петром Великим, в ней не было гуманитарных отделений, в ней не было филологии, в ней не было русского языка. И вот две Екатерины, Великая и Малая, создают еще одну Академию, которая так и называется Академия Российская. В отличие от Академии наук, не надо путать, у нас иногда даже историки их путают. Императорская Академия наук – это само собой, это там, где ученые открытия совершают, а была еще создана Академия Российская. По положению, который тоже написала Екатерина Романовна Дашкова, ее главной задачей было изучение русского языка и российской словесности. То есть, именно то, что потом стало, в 1842 году их, наконец, объединит, уже Николай I, и Российская Академия, Академия Российская, она станет, собственно говоря, отделением литературы и языка Большой Академии наук, одним из отделений. Но тогда она была создана как отдельная Академия. И вот 24 января 1783 года создается, вернее, издается указ о возглавлении Академии наук Дашковой, А 30 сентября, того же самого, 1883 года, создается Академия Российская, и ее председателем назначается Екатерина Романовна Дашкова. И что должна делать вот эта вторая Академия? Прежде всего, создавать словарь русского языка. Вот еще одна великая вещь, которая предстояла Екатерине Романовне Дашковой и ее подруге Екатерине Алексеевне, императрице Екатерине. Не было у русского языка словаря. Помните, мы прошлую нашу беседу закончили разговором о том, как великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов создавал русский язык и русскую поэзию, и создавал как бы технические средства русской поэтики, и создавал грамматику русского языка, и на практике осуществлял нормы вот этого нового творчества на русском литературном языке. А словаря нет. И Екатерина Вторая, которая вообще увлекалась словарями, а вы вспомните, это время энциклопедистов. Ведь энциклопедистами в узком смысле называли не только тех, которые были учеными-энциклопедистами, то есть в широком смысле, а называли прежде всего участников издававшейся во Франции энциклопедии. Вот эти вот ученые-энциклопедисты, вот с ними как раз и дружила и императрица Екатерина, она пригласила Дидро, как вы помните, в Петербург, она переписывалась с Вольтером, и Екатерина Романовна Дашкова, которая жила, когда во Франции, тоже дружила и общалась с этими энциклопедистами. Русскому языку нужен был нормативный словарь. И вот первый словарь должна была создать Академия Российская. В 89-м году вышел первый том словаря, который так и назывался Словарь Академии Российской. Он издавался затем до 95-го года по одному тому в год. С 89-го до 95-го вышло 6 томов этого словаря. Совсем недавно он был переиздан у нас. Все 6 томов вот этого Дашковского словаря. Чем отличался Дашковский словарь? Вот несколько слов позволю себе об этом вам рассказать. Я уже сказал о том, что Екатерина сама увлекалась филологической работой, в том числе словарной работой. Екатерина задалась с целью создать вообще самый большой в мире словарь. Не самый большой по объему, по общему. Всего 200 или 300 слов. Но чтобы были в словаре переводы этих слов на почти что на 200 языков. Вот такой вот так называемый сравнительный словарь всех языков и наречий, так он назывался, тоже начинает издаваться в 91-м году. Уже под редакцией самой императрицы. Императрица не принимала участия прямого вот в словаре в Дашковском. Она создавала свой словарь. Они как бы конкурировали. Они и тут хотели конкурировать. Потому что Дашкова не приняла вот этого плана самой императрицы Екатерины. А Екатерина была достаточно демократична, чтобы не навязывать своей концепции. Она сказала, ну хорошо, ладно, делайте свой словарь, делайте его по этимологическому принципу, то есть по корневому. Словарь Дашковой выдвигали обычно в качестве недостатка то, что он был, в том числе и сама Екатерина, императрица Екатерина говорила об этом, что он был не по алфавитному признаку, а по корневому. То есть слова одного корня группировались вот вместе. Потом следующий корень и так далее. То есть чисто этимологический принцип. Теперь и этимологические словари издаются все равно по алфавиту. Словарь этимологический по типу, то есть он прослеживает корни слов, но тем не менее он выстраивается по алфавиту. А Дашкова сделала вот нечто среднее. Она сделала чисто этимологический словарь по корневому гнездовому принципу, который не для всех был удобен. Как сама императрица Екатерина говорила, довольно трудно бывает какое-то слово найти. Ну, это действительно так. Но словарь имел огромное значение. В нем работали лучшие филологи того времени. И сказать вам по секрету, кто были эти лучшие филологи? Эти лучшие филологи были, во-первых, непосредственные друзья и помощники самой Екатерины Романовны Дашковой. Этими работниками были члены Академии наук, привлеченные к работе над словарем. И главное, главной творческой силой словаря стали представители духовного сословия. Довольно естественно. Вот то, что говорил Ломоносов, что как же русский литературный язык без церковно-славянской его основы? А кто лучше всех знал эту церковно-славянскую основу? Конечно, представители духовного сословия. И вот оказывается, что главными деятелями словаря становятся с одной стороны покровителем его духовным становятся упоминавшиеся уже нами митрополит Гавриил Петров. Он и сам принимает участие в словаре. И другие иерархи принимают участие в словаре. Но главная, конечно, сила ложится на протеереев, на рядовых протеереев, которые привлекаются и которые больше всего по словарю и пишут конкретных статей словарных. Вот таким вот памятником русской и светской и церковной одновременно языковой науки и языкового сознания русского результатом и плодом вот такого совместного творчества, совместного, я бы сказал, даже подвига, потому что словарь занял много сил и времени и является словарь Академии Российской. Возглавляла всю эту работу Екатерина Романовна Дашкова. По скромности она взяла на себя три последние буквы алфавита С, Ш и Щ. Вот слова на эти буквы она лично подготовила в словарь. То есть она даже и сама как филолог поработала. Более того, на одном из заседаний Российской Академии впервые ею был поставлен вопрос о введении буквы ЙО. Она спросила, ну разве правильно, что от ЙОЛИ мы произведем ёлку, которая будет писаться ИОЛКА. А она по-древне, по-русскому тогдашнему правилу должна была писаться через ИО, как бы немецкий ОУМЛЯУТ, ЙОЛКА. Это же чудовищно, давайте писать ёлка. Ну, ёлка тогда еще, так сказать, не вошла в обиход, хотя запомним, что она была предложена Екатериной Романовной Дашковой. А в целом, конечно, словарь Академии Российской имел огромный успех. По существу был открыт новый континент научного знания. Наш обыкновенный русский язык, обиходный, разговорный и литературный тоже, он, оказывается, тоже сам является объектом познания. Его можно изучать, его можно систематизировать, этимологизировать, прослеживать его корни. Вот начало всей этой великой работы русской филологической школы положила княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Это, конечно, ее главный вклад, ее работа одновременная во главе двух академий с 1783 до 1794 года. Вот эта работа имела огромное значение и стала выдающимся вкладом и выдающимся наследием этой замечательной женщины в историю России, в историю русской культуры. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До следующих встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова